Омские частные перевозчики объяснили, почему массово снизили цены. По словам предпринимателей, эта акция якобы не направлена против муниципального транспорта. Это законы рынка имеют право и пользуются им. Напомню, с января с дорога в Омске исчезло 27 маршрутов, на которых работало около 500 газелей. Чиновники считают, что так общественный транспорт станет комфортнее и безопаснее, а главное, больше денег станут получать муниципальные предприятия. А мечи пересядут в автобусы, троллейбусы и трамваи. Коммерческие перевозчики не согласны, что с ними так обращаются, как будто второй сорт. Я когда-то говорил, что муниципальный транспорт – это священная корова, как в Индии есть. А сейчас это получается вообще где-то выше Бога. Он как хочет, так и работает. Какого хочет пассажира, такого и забирает. Предприниматели, видимо, чтобы удержать пассажиров, снизили цены на проезд. На некоторых маршрутах можно проехать за 22 рубля и даже за 16. Директор департамента транспорта Омска Алексей Мартыненко усомнился, что бизнесмены станут работать себе в убыток, а значит, пострадает все равно пассажир. По данным госавтоинспекции, в 2016 году водители муниципального транспорта нарушили правила дорожного движения 511 раз, а вот частные перевозчики – более 18 тысяч. Как можно возить меньше себестоимость? Экономить на затратах, которые направлены на поддержание технического состояния, не заключать с водителями договорных отношений. Две недели назад водитель пьяный за рулем оказался, неделю назад у нас водитель оказался без прав и права не получал. Буквально на той неделе произведен арест по человеку, который обвиняется в преступлении и так далее. Добавлю, что к 1 марта в Омске вообще не должно остаться маршрутных газелей.